За 2017 год в местные исполнительные и распорядительные органы Гродненской области поступило 16,5 тысяч обращений, в том числе в Гродненский областной исполнительный комитет более 2 тысяч. Это следствие колоссальной работы, которую регулярно и беспрерывно ведут органы исполнительной власти всех уровней в области. В четверг состоялось заседание в Гродненском областном полкоме с участием начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации президента Григорием Шлыком. Как было отмечено в ходе заседания, именно работа с обращениями важнейшая для исполнительной власти и, кроме того, является своеобразным маркером эффективности работы. Анализ обращений показывает, что наиболее проблемными остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда, вопросы землепользования и трудоустройства. Кроме того, именно в жилищно-коммунальной сфере, в вопросах законности и правопорядка в минувшем году увеличилось количество обращений. Вполне закономерным, к слову, оказался рост количества обращений по вопросам трудоустройства и трудового законодательства. Активное обсуждение декрета номер три этому способствовало. Также было отмечено, что ряд руководителей районной и исполнительной власти по-прежнему пренебрегает добросовестным подходом к работе с обращениями граждан. Губернатором, в частности, и нами поддержано, и комитетом государственного контроля, что те чиновники, те местные руководители, которые не до конца понимают важность и актуальность этой работы, уже хватит от слов, необходимо переходить к делу, вплоть до того, с самым строгим наказанием тех наших работников, которые в этом вопросе еще допускают ошибки, и где имеются случаи бюрократизма, волокиты в работе с обращениями граждан. Большинство вопросов, поднимаемых гражданами в своих обращениях, должны решаться и решаются на местном уровне. Зачастую определенный, вполне существенный процент этих обращений повторны и всегда связан с недовольством обратившихся к принятым по озвученному вопросу решениям. Вместе с тем следует отметить, что ряд значимых для жителей области вопросов был решен положительно. Это и сфера строительства и капитального ремонта, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство прилегающих территорий, прокладка дорог и коммуникаций. И хотя в сфере с обращениями граждан достаточно положительных тенденций, работы, подчеркнули в ходе заседания, еще предстоит немало. И это не только дальнейшее совершенствование этой системы, но и противодействие тем, кто тормозит эту работу. Задача одна. То, что постоянно говорит глава государства, это уметь слушать и слышать людей. Прежде всего, действительно помогать тем, кому нужно помогать. Есть у нас категория профессиональных жалобщик, которые действительно забирают наше время. Может быть, настало время и присмотреться к этим профессиональным жалобщикам. Тем более, что законодательство сегодня позволяет и применять определенные меры к таким гражданам. Продолжение следует...